На Белорусском металлургическом заводе модернизация вытворчасти началась в 2011-м. До 2015-го мерковалось реализовать широкие инвестиционные проекты, что позволило бы увеличить объемы вытворчасти при одночасовом снижении себе кошту. Выконать запланованное у предприятия отрималось, но ситуация на световых рынках унесла коррективы. Завершать модернизацию пришлось в условиях уменьшения попыток на металлургическую продукцию. Сегодня могутности БМЗ недозагружены на треть. С одной стороны, низкий спрос и, соответственно, недозагрузка мощностей всего 66%. С другой стороны, давляет снижение цен, которые не приносят увеличения объема для производителей. В этих условиях приходится работать, строить программы, ужиматься в расходах. Собственно, за прошлый год БМЗ снижил себестоимость по различным направлениям на 97 миллионов долларов. Проблемы, с которыми в последний час сутыкнулся белорусский металлургический завод, характерные для всех предприятий Галины. Минулый год, например, со стратами завершили металлургические заводы во всех краинах света. Разом с тем, как полепшить ситуацию в дальнейшем, меры необходимо принимать уже сейчас. Навет при сучасных объемах поставок БМЗ катастрофично не хапает так званых дорожных карт, свои особливых дозволов на перевозки металлу по автомобильных дорогах инших краин. Перевозки шпачугунцы повеличивают кошт кожной тонны неде на 25 евро. При том, что амаль 80% выробленного зараз поставляется на экспорт. Премьер-министр погаджается. Не реаговать на ситуацию нельга. Урештый перед БМЗ поставлена конкретная задача, и он знову повинен стать флагманом белорусской экономики. Мы этим делом и будем заниматься на металлургическом заводе. С тем, чтобы помимо технологической, помимо такой организационно-технологической, хорошей выверенной структуры, качества продукции, мы получили и соответствующее качество экономического роста. Потому что мы очень рассчитываем на то, что БМЗ, как и было и в прошлом, станет одним из флагманов белорусской промышленности и будет давать валютную выручку в хороших объемах для того, чтобы мы нормально могли существовать, вся экономика в целом стране. Акционерное товариство «Белфа» и Аши – одно предприемство, ситуация на якем, текавец керовника Урада. Побудованное амаль 40 годов тому, и оно было различено на великие объемы с отповедным рынком сбыту. Жлобинское штучное футро и зараз поставляется на рынке Молдовы, Литвы, Румынии, Чехии, Польши, а ли не у вельми значной колькости. За пошли час тут провели пылную модернизацию вытворчасти и освоили некоторые новые виды продукции, а ли конкурировать с китайскими аналогами у Сёруна Складана, а там у зараз основный прайоритет – Россия. Летость по прышине курсовых ваганий у Гэты рынок не приносит значных прибытков, а ли сёль эта ситуация повинна змениться. Дело в том, что юмкость рынка Российской Федерации, она самая большая на сегодняшний день. По нашим оценкам, юмкость рынка России – это примерно 10 миллионов метров. Мы занимаем на этом рынке около 30%. Где-то примерно 3 миллиона метров мы будем продавать в Россию.